Друзья, я бы хотел порекомендовать вам заглянуть на канал Basic Mobile Legends. Это развивающийся канал по любимой вами игре Mobile Legends. Здесь вы найдете много стримов, дружеское общение и весело проведете время. А кроме того, сможете принять участие в розыгрыше двух скинов по 600 алмазов. Внимание, розыгрыш пройдет, когда канал наберет 1000 подписчиков. Подписывайтесь на канал и участвуйте, ссылка в описании. Мур, привет друзья, с вами Зверько. На стримах меня часто спрашивают, какой топ персонаж того или иного класса. Так вот, в танках для меня топ это Лолита. Я думаю, некоторые удивлены, ведь сейчас есть такие мастодонты танков, как Джонсон, Грок, Акаи. Да, но у них смешанные с уроном инициации задачи. И лишь с Лолитой можно почувствовать себя, как за каменной стеной. Немного изменю план повествования. Начнем сразу с навыков. Пассивка. Энергоядро Ноумена. Если Лолита не в бою 5 секунд, начинает накапливаться стаки щита. После накопления он пополняет щит Лолиты или навешивается на союзника. Многие недооценивают этот щит, а очень зря, поскольку хп щита считаются внешними хп и непривязанных героев. Например, пассивки предметов, которые навешиваются после нанесения урона, не работают, пока щит не снят. Даже вампиризм или антихил. С другой стороны, предметы, которые должны активироваться от урона, тоже не работают. Например, шипованная броня. Также есть неявные свойства. Пока этот щит не снимется с Натальи в инвизе, и пока не будет нанесен урон по ее хп, она остается невидимой все свои 5 секунд. Первый навык. Рывок. На первом этапе Лолита совершает рывок в выбранном направлении, повышая свой урон и радиус атаки, а при ударе замедляет противника на 20%. Дальность увеличивается совсем ненамного. Замедление срабатывает с удара рукой. В этом этапе мне нравится мгновенность. Второй этап. Лолита с прыжка наносит удар молотом, который немного оглушает и наносит урон. Отличные контроли по соло цели. Охранный щит. Также состоит из двух этапов. На первом этапе Лолита поднимает щит и блокирует входящие выстрелы и навыки, направленные в виде снарядов. Я считаю этот навык топовым среди танков. Он защищает и дает возможность безнаказанно атаковать по Лесли, Кэрри, Циклопу, как и многим другим. На пару секунд щит полностью нивелирует выстрелы персонажей, при том, что союзники преспокойно вносят урон. Блокируя эти выстрелы, Лолита накапливает заряд для ответного выстрела. Прям перестрелка какая-то. Чем больше попаданий, тем мощнее ответ. Максимальный заряд в 6 делений. Попасть сложно, зато урон наносится по нескольким противникам в ряд, при условии, что вы попадете в первого. Главное в этом навыке, это чуткий тайминг, чтобы словить самые сильные навыки и удары на щит. Маленькая хитрость для добивания на расстояние. Активируем щит, тут же делаем рывок первым навыком, и мы можем выстрелить вторым сразу же, не дожидаясь закрытия щита. Ульта. Взрыв Ноумена. Тоже можно условно разделить на две части. В первой, Лолита замахивается в течение двух секунд, постепенно увеличивая урон от последующего удара и время оглушения. На время замаха перед ней образуется область, в которой противники в ожидании удара будут замедлены на 75%. Есть баг, что когда Лолита в кустах и невидимо врагу, противник не видит эту область, а видит только промелькнувшую надпись «Замедление». На мифике некоторые сразу понимают в чем дело и отпрыгивают от кустов, но совсем немногие. Вторая часть. Лолита наносит весьма неслабый удар и оглушает противников на 2 секунды. Маленькая хитрость. Используя вспышку непосредственно перед ударом, вы можете скакнуть, сократив дистанцию с врагом, или охватить большую группу противников. Также вторым нажатием можно активировать удар до полного заряда. Минус ульты, то что ее заряд можно прервать контролем. Эмблемы. Для меня тут два варианта. Эмблемы танка и перк стойкость. Или эмблемы поддержки со скоростью бега и перком взять себя в руки. Первый для танкования, а второй позволит более агрессивно играть. Способности. Вспышка. На первом месте, конечно. Дает вариацию с ультой. Можно выпрыгивать из кустов, но имеет большую перезарядку. Или берем оцепнение. Также помогает в игре за лолиту. Сборка. Как всегда, собираемся от сетапа противника. И изучаем предметы в ML-фактах. Но типовую я все же дам. Для максимально долгого нахождения на линии, рекомендую взять самоцвет, который потом можете продать. Сапоги выбираем между сапогами-скороходами и магическими сапогами. Которые дадут столь необходимое КД. Господство льда. Опять же, КД, броня и замедление противника. Кстати, оно работает как раз на расстоянии удара с руки. Оракул. Спасибо Сергею Переводчику за то, что вернулся и мы добились правильного переименования. Предмет максимально полезный для лолиты. Увеличит сопротивление к магии, когда попадают по ней. Уменьшит КД навыков. Увеличит размер щита и с ее пассивки, и с щита Афины. Собственно, щит Афины, который складывается с нашим щитом. Также защитит от магии. Предшествие демона. Вопреки описанию, на сегодня он работает так. Когда вам наносят урон именно по хп с автоатаки, у противника снижается урон на 6%. То есть это дебаф всех, кто атакует вас с руки. И последним берем шлем Небесного Стража. Позволит дольше оставаться в строю. Тактика. Профильная лолита держит в уме, остался ли контроль у противника, нанес ли он максимум урона или еще нет. По сути, ваша задача практически быть экстрасенсом. Выставлять щит, когда идет перестрелка с руки или навыками. Останавливать первым навыком отступающего противника, позволяя союзникам добить его или добивая самим. Ультовать так, чтобы вас не оглушили, а вы задели как можно больше противников. Тут тоже есть два пути. В замесе, как только заметите, что противник потратил свои оглушения, можете применять ульту. Или инициировать замес с оглушения, выпрыгнув из кустов. Такие лолиты сильно бесят противника, особенно тех, у кого нет прыжка в навыках. Итак, первый навык, соло контроль. Второй навык, прикрытие, позволяющее перестрелять в лоб. И ульта, массовый урон и контроль. Чем не топ танк? На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите, на кого гайд вы бы хотели. И, конечно, ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok